Оля, добрый вечер. Добрый вечер, Димочка. Какая приятная у тебя улыбка. В такое тяжелое время, ты знаешь, уже и легче на душе стало. Спасибо. Ты знаешь, я на тебя смотрю, и у меня тоже улыбка от того, что я вижу родное лицо. А сейчас люди, мои знакомые, особенно с Украины, когда я вижу их лица, когда я читаю их сообщения, когда я получаю аудиосообщения, видео, у меня всегда это вызывает такую бурю эмоций, те чувства, которые раньше совершенно были мне неведомы по отношению к людям. Сегодня я это ощущаю, просто вот я тебя вижу, и вот у меня невероятное теплое чувство, я очень рада тебя видеть. Взаимно. Оль, скажи, пожалуйста, ты могла себе представить, что такой кошмар будет? Нет, я думаю, что никто себе не мог представить этого, и весь этот месяц, это же разговоры только об этом, то есть никто не говорил. Уже больше месяца, мы даже во времени запутались, уже с лишним почти 50 дней. Абсолютное ощущение, что это не 50 дней, а, наверное, для меня, наверное, ну как год прошел. То есть, во-первых, это полная смена жизни у каждого жителя Украины. То есть уже все перестали существовать в том виде, в котором мы существовали до 24 февраля. Это абсолютно точно, и это очень страшно, особенно когда ты теряешь дом, да, когда ты вынужден куда-то перемещаться, куда-то забирать своих детей. Когда ты теряешь дом физически, когда его не становится, потому что сегодня уже буквально, наверное, у каждого есть знакомые, которые реально потеряли физический дом, которые разбомбили, туда попали, сожгли или еще что-то. То есть и вообще в целом мы все 24 числа перестали существовать в том виде, в котором мы существовали. Мы теперь другие люди, полностью другие. У нас и какие мы, все открываются очень по-разному. Это удивительно наблюдать метаморфозы, которые происходят с людьми. Потому что никогда не думал о ком-то, какой-то был там, ну, кто-то был тихий, а проявился как герой. Кто-то был герой, а убежал и тихо где-то дрожит в норе. То есть люди, война настолько по-разному нас открыла и вскрыла, что это просто удивительная вещь, и мы все изменились. У тебя есть ощущение, что той жизни, того мира, в котором мы жили, больше не будет никогда? Абсолютно, да. И это меня просто вынесло. Вот ты сейчас мне говоришь улыбка. Я вот еще буквально недели-полторы назад давала интервью, этой улыбки у меня не было. Я была в совершенно черном состоянии, в дикой депрессии, и я поэтому и не хотела давать интервью, потому что люди привыкли получать от меня поддержку, получать от меня заряд, позитив. А я была сама в таком ужасном состоянии, черном, что я не могла ничего дать людям. Но ты знаешь, я придумала одну вещь, которая меня совершенно вытащила из этой ситуации. Мы придумали вместе с моей командой проект поздравлений наших военных, наших волонтеров и медиков, тех, кто помогает сегодня. И я лично поздравляю. Я в день записываю, но я трачу на это 3-4 часа. Я записываю. Ой, умница. Да, я уже записала больше двух тысяч поздравлений. Ой. Да, и ты знаешь, меня это вытащило. Конкретно меня это вытащило. Потому что я понимаю, что каждому человеку нужно очень быть нужным. И когда ты, ну вот, я, когда я выехала особенно, еще когда я была в Украине, я еще была в страшном стрессе. Потому что надо было выбираться. Мы очень тяжело выбирались. Мы очень опасно выбирались. То есть, ну, как-то это было все, ну, очень тяжело. Ну, это я не жалуюсь, так все выбирались. Эти женщины с детьми на этой границе. Это тысячи, тысячи людей и тысячи прощаний на моих глазах. Когда мужчины выходят из машины, так было и у меня. Когда наш муж нас привез, нас высадил. И мы прощались. И мы не понимали, как скоро мы встретимся. То есть, мы и тысячи женщин так выезжали. Это было, то есть, там еще у меня был такой режим, ты знаешь, как бы, сохранение своей семьи, сохранение детей. Вот у меня включился вот этот режим. Я ничего не могла делать. Мне нужно было спасти, вывезти куда-то детей. Я понимала, что мне, я хочу, я хочу, вот я этого хотела. Чтобы они оказались вот в безопасности. А когда уже мои дети оказались в безопасности, на меня налетело совершенно другое ощущение. Ощущение совершенно, ну, как корни вырвали, понимаешь, да? То есть, у тебя нет земли под ногами. Ты не знаешь, кто ты. Нужна ли будет твоя профессия? Нужны ли будут твои песни? Что ты будешь делать? Где ты будешь жить? У меня нет, допустим, недвижимости за границей. То есть, я уехала, меня приняла моя подруга. Потом, если мы будем говорить, расскажу тебе. Это тоже очень интересная история. Скажи, скажи сразу, кто принял тебя. Это моя подруга. Это первое уголовное дело России. Это блогер Вероника Белоцерковская. Да, Белоника, да? Белоника. Это моя подруга, и она меня просто вытащила, если честно. Она мне все время говорила, давай, давай, привози. Если хочешь, уезжай обратно, но детей привези, мне оставь. И она с первого дня говорила о войне. У нее очень большая российская аудитория. И, конечно же, она рисковала, и не зря она рисковала, потому что, ну, как бы, в смысле, что не зря опасалась. Потому что на нее завели первое уголовное дело. И ей там грозит и срок, и все. И, тем не менее, она не может по-другому. Она говорит о войне, говорит правду очень сильно на нашей стороне. У нее бабушка из Одессы, она украинка наполовину. И, конечно же, она не может. Я ей говорю о том, что я горжусь тобой, ты очень смелая. Потому что, ну, понимаете, мы все патриоты своей земли. Понимаете? Ну, то есть нам, для нас это не смелость. Для нас это норма быть патриотами своей земли. А когда нас поддерживают люди, которые очень рискуют, я говорю, я к тобой горжусь. А она мне говорит, а как по-другому? Не говори мне даже этого. По-другому никак нельзя. Оля, ей поклон большой, Ники. Обязательно. Ты знаешь, мне каждый день девчонки какие-то, наши украинки, говорят, передай, Ники, что мы гордимся, что мы слушаем ее, что мы очень рады, что она поддерживает. Это круто. Это круто. Вообще, ты знаешь, когда я ехала, я поняла, насколько важны люди. Я этого никогда не ощущала. Я всегда любила людей. Вот я правда любила всегда людей. Но ты знаешь, кто, какими люди открылись для меня вот в тот момент, когда я ехала с детьми, когда меня приняли люди, которых я вообще до этого не знала. Они дали мне дом свой, где я могла ночевать и жить. Говорили мне, оставайтесь у нас, живите. То есть, во все на всякий, ну, везде, на всем пути нам помогали, понимаешь? И я, конечно же, когда приехала, тоже включилась в эту историю помощи и вывезла очень много и своих там знакомых, и незнакомых. И, конечно же, вот это такое объединение, и это такое светлое все вокруг, это так круто, что я не могу просто передать словами, какой у нас прекрасный народ, и как мы заслуживаем мира и счастья, и как несправедливо, блин, то, что сейчас происходит, насколько это несправедливо по отношению к нам. Мы не заслуживаем такого обращения, такого геноцида, такого жестокости, потому что то, как мы объединились, то, какой мы классный, объединенный, смелый, какой смелый народ, все это с нами несправедливо. И поэтому я абсолютно точно уверена, что это не может длиться долго, потому что свет, он все равно пролезет через каждую дырку, понимаешь? А он есть в нас, он в нас зажегся. Я смотрела твое интервью с Володей Кличко, который говорил о том, что мы даже не знали о себе это. Это такая правильная вещь, это прямо самое сердце слова. Мы даже не знали, какие мы классные, какие мы светлые, какие мы смелые. Боже, я смотрю на этот Херсон в оккупации. Каждый Божий день люди выходят на митинги. Они идут под пули, они идут, рискуют жизнью и все равно выходят с этими флагами. Боже, да и все, все, что происходит. И наши защитники, которые нас защищают. И все люди, просто вся страна, которой гордишься и просто рад, что ты дышишь одним воздухом с этими людьми. И что ты являешься представительницей этого великого народа. Оля, скажи, ты не могла не задумываться, глядя на преступления, которые совершили российские войска у нас, на нашей территории, а сколько мы еще не знаем, сколько еще откроется. Скажи, пожалуйста, что это за варвары такие? Откуда они повылазили? Что это за страна такая ужасная? Я думаю, что их сделали такими. Восемь лет их учили нас ненавидеть. Это абсолютная правда. Я это видела, я это слышала. Если тебе восемь лет с телевизора каждый день, вместо того, чтобы говорить о своей экономике, о своей стране, о своих проблемах или достижениях, тебе говорили только о шотам у хохлов. Вы же посмотрите, у них две-третьих новостей были только про хохлов. И хохлы всегда были в этих новостях ужасными и плохими. Их восемь лет учили нас ненавидеть. И, видать, они оказались хорошими учениками, потому что они абсолютно четко, точно нас ненавидят. Иначе те варварства, те ужасы, которые они творят с нашими людьми, с нашими детьми, с нашими женщинами. Я когда увидела Бучу, я дышать не могла несколько дней. Я садилась записывать интервью, у меня всё время катились слёзы. Я не могла не сформулировать, что я хочу сказать. Это такое горе, и я не знаю, этого невозможно никогда будет простить. И это, конечно же, нужно как-то остановить. И как? Я не знаю. Я не знаю, но я верю, что это скоро закончится. Но это страшно. И их научили нас ненавидеть. Они нас ненавидят. И, значит, нам нужно ещё яростнее от них защищаться. Ещё яростнее. Ещё их надо просто выгнать отсюда. Выгнать с нашей земли просто вон навсегда. У тебя наверняка было немало друзей в России, артистов прежде всего. Скажи, а вот в первые… Как оказалось, нет. Вот в первые хотя бы три дня кто-то из них позвонил, спросил, ты жива, что с тобой, как ты себя чувствуешь? Нет. Ни один человек. Меня часто говорят, а что ж ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что? И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил, как ты, как твои дети, что у тебя, как тебе помочь. Никто из шоу-бизнеса, я имею в виду. С ними тоже поработали или они просто боятся? Я думаю, что они боятся. И я думаю, что вот эта тема страусиной, такое вот поведение, когда ты не хочешь знать правду. Потому что если ты эту правду знаешь и слышишь, с ней приходится что-то делать. Ну, представь себе, ты вот мне звонишь, там условный какой-нибудь, Филипп Киркоров. Я говорю, ты знаешь, а я ехала вот с детьми 39 часов. Мой муж положил на заднее сидение охотничье ружьё. И вот мы едем, и я думаю, вот мы сейчас, вот если не дай бог, вот нас кто-то останавливает. И они какие-то не наши, они русские. И я думаю, как я буду, мне надо же как-то быстро ему это ружьё передать. А я успею ли ему передать? А если они увидят, что я вынимаю ружьё, они же могут нас убить? То есть ты можешь себе представить, у меня двое детей в машине, а я вот еду и об этом думаю. Как мы будем использовать это ружьё, если нам нужно будет защищать своих детей? Так вот, когда я вот эту историю расскажу, или я расскажу про Машину подружку, которую расстреляли прямо в начале войны, которые выезжали из Крепеня, это да, Настя. Они убили её и маму, и семилетняя девочка осталась. Ты знаешь, я начала выезжать уже после этой истории. Для меня это явилось как пусковым крючком, когда ты понимаешь, что твои дети могут быть незащищены настолько, когда ты их везёшь в машине, а тебя просто расстреляли. Вот, так вот я к чему хочу. Когда ты рассказываешь вот этому человеку эти истории, вот, они близкие, они про тебя. Это не ты не что-то услышал по телевизору там или что, это вот про тебя. Вот человек же, он же должен как-то отреагировать, правда? Как с этой правдой жить? С ней же нужно что-то делать. Поэтому они не хотят эту правду слушать. Они хотят жить в своём каком-то закрытом мирке. Так, наверное, спокойнее. Бог им всем судья. У тебя возникло отвращение к этим людям? Нет, они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Понимаешь? Как я сказал, они для меня умерли. Да, они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нету в моей Вселенной. Потому что это трусы, это малодушие. Когда убивают в соседней стране детей, когда их уже сотни, когда тысячи погибших мирных граждан, ты не можешь молчать. Ты должен определиться. А если ты ещё и поддерживаешь, как есть эти нелюди просто, как все эти вы... Я даже не хочу называть их фамилии, этих нелюдей. Они просто соучастники. Они соучастники кровавых преступлений. И их нужно, мне кажется, будет тоже судить. Не знаю как, но их тоже надо будет судить. Потому что поддержка этого режима – это соучастие. Ты суперзвезда украинской эстрады, ты очень активно гастролирующая певица. Я даже не знаю, кто у нас в Украине так активно гастролировал все эти годы последние. Ну и что, теперь концертов нет? Нет, ты знаешь, я... Нет концертов, но я тебе расскажу. Я же позавчера выступала первый раз за эти полтора месяца в Афинах. О, да, я обидел. Меня пригласил футбольный клуб «Шахтёр». И они меня пригласили петь гимн. И ты знаешь, это был второй момент, когда я поняла, что я оживаю. Вот эта минута, которую я пела, всего одну минуту. И эта минута меня возвращала обратно в себя, в своё состояние. Я очень благодарна этому матчу благотворительному, который посвящён как раз-таки погибшим детям в Украине. Там целая трибуна, на них лежат игрушки. И таким образом отдаётся дань памяти погибшим детям у нас в Украине. И вот я благодарна этому матчу, что я могу петь гимн Украины, говорить на весь мир, что мы украинцы, и иметь возможность помогать и быть полезной и быть нужной. Это очень круто. Вообще инициатива очень классная с тем, что делать эти благотворительные матчи, ездить, собирать деньги – это очень круто. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Своим делом. И то, чем он может помогать. Потому что, конечно же, сегодня мы все стали и волонтёрами. И я уже разбираюсь в этих турникетах. Я знаю, где их заказывать. И мы завезём сейчас в Украину. У меня есть очень близкий друг в Германии. Мы насобирали через мой Инстаграм туда денег. И сделали большой заказ. И у меня уже там туда-то столько надо, в Запорожье столько надо. Туда я уже всё это знаю. Да, это, возможно, неспецифическая информация, но она помогает кому-то. И это очень круто. И мы все. Сейчас кто-то... Я говорю, Даша, оставь его, чистит картошку. Поляков заказывает турникеты. Но, тем не менее, вот эта минута, которую я смогла петь за полтора месяца, для меня было абсолютным счастьем. Абсолютным счастьем. Тебя можно будет увидеть и дальше на футбольных матчах? Да, меня можно будет увидеть и дальше. Меня можно будет увидеть завтра в Гданске. Это Польша. 19 числа меня можно будет увидеть в Стамбуле. А в Хорватии 1 мая. Это ближайшие. Так, ты мне скажи, тебе форму шахтёра выдали? Мне подарили футболку. Я могу показать. Покажи. Потому что это интересная футболка. На ней она специально сделана. Вот такая вот стоп-ворк. О, красота какая. Вот так вот. Так что... Красота. Да, ты знаешь, казалось бы, что это по сравнению, я не знаю, с двухчасовым концертом, и тем не менее, петь гимн своей страны в такое чёрное и сложное время для своей страны – это огромная честь и огромная радость. Это круто. Мне кажется, это прекрасная инициатива клуба «Шахтёр» и персонально Рената Леонидовича Ахметова, чтобы ездить и собирать деньги для того, чтобы помогать нашей стране. Каждый должен помогать сегодня. Это важно. Как тебе кажется, когда всё это закончится и чем? Это закончится миром. Я не знаю, когда. Я всё время, каждую ночь засыпая, молюсь только об одном. Просыпаясь, молюсь только об одном, чтобы как можно скорее. Потому что чем быстрее это закончится, тем меньше будет жертв. Я не могу читать новости. Я не могу каждый день видеть смерть. Это просто, ты знаешь, мне кажется, вот сейчас очень многие мои подруги говорят и многие люди, которыми я общаюсь, которые пережили, которые не за границей имеются в виду, а которые наши, которые или приехали, или там находятся, жалуются на память. Мне кажется, что наша память купирует воспоминания. Мне кажется, что наша психика не может с этим справляться. Понимаешь? Она не может с этим справляться, и поэтому она просто блокирует. Я ничего не помню. Но я абсолютно уверена, что мы не забудем никого и никогда. И никогда не простим. Ни одной слезинки, ни одной жизни. Я хочу, чтобы это закончилось быстрее. Хочу, чтобы это закончилось в этом месяце. Можно вот попросить Господа Бога и сказать, что вот в этом месяце, чтобы это все закончилось. Вот даже вот, чтобы через неделю уже закончилось. Давайте попросим все вместе. коллективная молитва пошла уже. Да. Боже, Господи, пожалуйста. Ты знаешь, у нас есть традиция с тобой в конце каждого... Выпивать? Об этой традиции мы молчим. У нас есть другая традиция. После того, как выпьем, петь. Я тебе предложу сейчас экспромт. Ой, подожди же, я же тебе не рассказала, что я же сегодня, у меня сегодня вышла песня Колыскова на музыку великого нашего композитора Скорика. Это мелодия. Это всегда была просто мелодия. Ну, великая, конечно же, мелодия. Ну, конечно. Визитная карточка. Прекрасный, велик, не менее великий поэт, песенник Александр Вратарев, которому уже много лет, но он при этом в прекрасной, доброй памяти. я тебе хочу сказать по секрету, что он когда-то ухаживал за моей мамой, когда меня еще не было. Да ты что? Да. Ну, вот. И он написал великолепный текст. Это колысковая матери во время бомбежки. И это очень для меня такое, во-первых, для меня это первая украинская песня, моя авторская. Во-вторых, это знаковое великое произведение. А в-третьих, оно настолько о нас, настолько обо мне. И оно в моем ключе, потому что во втором куплете поется о том, что все будет хорошо. Что край ридного дома вышнем витам и гайдае и на штату знамы. Я когда записывала фразу на штату знамы в студии, я ее записывала, наверное, часа полтора, потому что меня разрывало на этой фразе и начинала и начинала рыдать, начинала переписывать, опять начинала рыдать, потому что, конечно же, каждая женщина сегодня, которая находится в разлуке со своим мужем, это очень сложно, девочки, но нам нужно беречь своих детей, нам нужно сохранить наше будущее поколение, которому жить в этой мирной и прекрасной стране. Ну что, Оля, чуть-чуть споем? Спой, пожалуйста, может эту песню спой. Прокидайся, донечко, мое рідне сонечко, чуя ж грим гуркоче, з неба негроза, громовиця, люта і страшна, розбійниця впала серед ночі. Дорога моя донечка, дай мені свої долонечки, тихо заспіваю і снови до злу страшну примара уночі тебе не налякає і не відшукає. Олечка, браво! Идіть на Ютуб і подивіться, я трошки низько її взяла, вона вище співається, дуже гарно звучить. Браво, Олечка! Спасибо тебе большое! І давай всі всі наші мільйони зрителів всі всі будемо чекати і приближати нашу побіду. Об'язково, і вона об'язково буде. Я, кстати, їду в Україну зовсім скоро, турнікети, между прочим, візу, і в мене будуть там навіть виступи. Так що буде виступати і для наших ЗСУ, і для наших медичних працівників. Так що я нікуди не поїхала, я з України! Дякую!